События, которые происходят на Украине, давно уже покрылись таким толстым слоем какой-то паутины, пыли. То есть то, что происходит, к сожалению, сейчас на Украине, для обычного обывателя кроется большим завесом тайны. Поэтому относительно малазийского Боинга, что можно сказать? Что, к сожалению, наверное, достоверно мы никогда не узнаем. Никто нам не расскажет правду о том, кто сбил все-таки в итоге этот Боинг. Каждая страна, к сожалению, пытается найти в этом какие-то свои плюсы. Подписать, развязать между кем-то войну. Я считаю, что действительно Боинг, конечно же, оси не имеет причастия к сбитию Боинга, потому что зачем это нужно России? Относительно того, причастна ли к этому киевская власть, которая сейчас стоит и возглавляет Киев, тут судить очень тяжело. Но очень смешны были высказывания, когда главнокомандующие и те, кто сейчас руководят Украиной, неоднократно меняли свои мнения относительно того, причастны они к этому, не причастны, могло ли это произойти, собственно говоря, их военными усилиями или оппозиционными. Я думаю, что в любом случае правды мы не узнаем, а то, как это обстояло на самом деле, будет многократно в средствах массовой информации переворачиваться до тех пор, пока это, наверное, не приведет к какой-то, не знаю, наверное, это нужно для войны, для развязания какого-то конфликта. И, безусловно, это подпитывается Западом, странами, собственно говоря, Евросоюза или, может быть, США, которые хотят, наверное, развязать войну между Россией и Украиной. И мне очень хочется верить, что люди, которые ответственны и принимают решения за, собственно говоря, не политические, а уже какие-то военные действия в России, все-таки им хватит сил и терпения для того, чтобы не поддаваться на эти провокации.